Продолжение следует... 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 высокий уровень мутационной нагрузки. И это тоже фактор, который определяет чувствительность в целом этой группы новообразований к иммуно-онкологическим препаратам, помимо уровня экспрессии PD-L1, который может быть дополнительным фактором стратификации. И вот эти различия, они отличают эти опухоли не только морфологически, но и определяют различный патогенез, различную эпидемиологию, различное течение и в том числе различный ответ на стандартную терапию. Хотелось бы сказать два слова про экспрессию P16 в качестве суррогата, идентификация ассоциации орофарингеальных раков с ВПЧ-инфекцией. Здесь есть количественный критерий, который позволяет говорить о том, что реакция позитивная, он отличается от такового, который мы используем для анагенитальной области, и здесь должно быть позитивно не менее 70% опухолевых клеток, как в первичном очаге, так и в метастазе. Это, как правило, ядерно-цитоплазматическая экспрессия. Но вернемся к PDL. Это, собственно, список тех тестов и тех клонов, которые на сегодняшний день доступны в нашей стране. Они имеют регистрационные удостоверения. Это сегодня две платформы. Клон 22С3, который изначально разрабатывался для пембролизумаба. Если речь идет о назначении этого препарата, то в соответствии с инструкцией к препарату мы должны использовать именно эту тест-систему и этот клон для определения показаний для назначения терапии для опухоли головы и шеи в первой линии монотерапии. Что касается платформы Вентана и клонов SP-263 и SP-142, то они могут быть использованы. На сегодняшний день, если назначаются препараты, помимо пембролизумаба, мы можем их использовать. С точки зрения жизни, то клон SP-263 очень близок по своим аналитическим параметрам к клону 22С3. И, допустим, для рака легкого, немелкоклеточного, он может быть использован как аналог. И у нас есть данные не только по аналитической валидации, но и по клинической валидации. Для опухоли головы и шеи сейчас данных по клинической валидации и взаимозаменяемости этих двух клонов нет, поэтому, если все-таки речь идет о назначении пембролизумаба, в том числе с точки зрения формальной, необходимо выполнять тесты с использованием 22С3. Что касается способов оценки, то у нас есть глобально три. Для опухоли головы и шеи использовали подсчет по типу TPS, это TUMOR Proportion Score, когда мы определяем долю позитивных опухолевых клеток, и комбинированный позитивный скор, или CPS, который, собственно, показал большую предиктивную эффективность по сравнению с подсчетом исключительно опухолевых клеток. И на сегодняшний день он является стандартом оценки PD-L1 для новообразования этой локализации. И он, собственно, включает в подсчет как окрашенные опухолевые клетки, так и лимфоидные мононуклеарные клетки. И сумма этих популяций соотносится с общим количеством опухолевых клеток, умножается на 100. Это приводит к тому, что результат интегральный может быть больше 100, но артифициально этот показатель до 100 округляется. Собственно, поэтому он не является процентом, не является долей какой-то. Это такой искусственный индикатор, и это безразмерная величина, предельная величина, собственно, которой это 100. Репортируется в целых числах, и таким образом, исходя из методики подсчета, образец может быть расценен как позитивный, как при наличии окрашивания и в опухолевых, и в иммунных клетках одновременно, так и если мы видим изолированную экспрессию только в опухолевых, либо только в иммунных клетках, это существенно расширяет количество тех образцов, которые могут быть расценены как положительные. Что мы считаем с точки зрения методики оценки, методики подсчета, то в опухолевых клетках учитывается любое различимое мембранное окрашивание, и одной из основных задач патолога является не пропустить низкие уровни экспрессии с точки зрения интенсивности окраски, то есть не пропустить образцы, которые являются позитивными, не расценить их как ложные, негативные. И с точки зрения опухоли ассоциированных мононуклеарных воспалительных клеток учитывается как мембранное, так и цитоплазматическое окрашивание. И, собственно, у нас есть простые правила сейчас, что считать опухоли ассоциированным инфильтратом. Мы пользуемся правилом увеличения 20, когда опухоль устанавливается на объективе 20, ее инфильтративный край в центр поля зрения, все, что попадает в поле зрения, учитывается как опухоли ассоциированный инфильтрат. И тоже касается ситуации, когда опухоль представлена кластерами или небольшими группами, которые также на увеличении 20 устанавливаются в центр поля зрения, все, что вокруг, мы расцениваем как опухоль ассоциированный инфильтрат. И мы должны помнить о том, что мы считаем этот параметр только в инвазивной опухоли, учитываются и включаются в подсчет только инвазивные опухолевые клетки и ассоциированные с ними только мононуклеарные иммунные клетки. То есть гранулоциты, нейтрофилы, азинофилы и плазматические клетки не включаются в подсчет, и все это соотносится с количеством жизнеспособных инвазивных опухолевых клеток. Выглядит технически эта картинка примерно вот таким образом. Мы должны на первом этапе определиться с границами инфильтративного края опухоли, они зеленым цветом здесь обозначены, определиться с границами перетуморального инфильтрата, он выделен синим, и исключите зоны подсчета очаги некроза, некробиоза, они вычитаются из этой площади. Кроме того, не учитываются так называемые третичные лимфоидные структуры, которые могут быть расположены довольно близко к инфильтративному краю опухоли, и фактически это вновь образованные лимфоидные фолликулы, которые приближают вот эту вот машину обучения лимфоидных клеток к месту борьбы, к фронту. И, исходя вот из этих вводных, мы в дальнейшем считаем количество клеток. Но, как и для других любых предиктивных маркеров, мы должны пройти все необходимые этапы контроля для того, чтобы понимать, что мы можем адекватно оценить образец. Это касается не только внешнего позитивного контроля, для которого на сегодняшний день оптимальным является ткань миндалины, так как она содержит разного уровня интенсивности окрашенные клетки и позволяет нам отсечь ложной негативной ситуации, но и также необходимо использовать внешне негативный контроль. И только тогда мы можем говорить о том, что образец может подлежать оценке и уже включаться в аналитический этап. И это параметр, который очень чувствительен к различным преаналитическим факторам, к времени холодовой ишемии, к фиксации и проводке. Поэтому это ситуация, которая требует дополнительного внимания и в очередной раз заставляет нас обратить внимание на то, что происходит с биологическим образцом до того, как он попадает в руки патологоанатому. Есть условный порог в 100 жизнеспособных опухолевых клеток, которые должны быть в образце для того, чтобы он был пригоден для оценки. В ряде случаев мы оцениваем образцы, которые имеют меньшее количество жизнеспособных клеток. Условно все-таки рекомендуется, чтобы их было больше 50, но тем не менее это может быть один из параметров, по которым образец может быть не оценен или отказан в интерпретации этого теста, что может потребовать забора материала дополнительно. И нужно помнить о том, что материал после декальцинации на сегодняшний день не валидирован и не должен быть использован для оценки теста PD-L1. Спасибо за внимание. Продолжение следует...